что тут у нас да это же playstation 5 для элитной элиты 404 edition вау это запах победы тема sony боев как мне говорят не актуальна 2021 году а какая актуальна а никакая не актуальна если она не дай бог затрагивает близкую тебе тему с не близкой тебе стороны интересно про тему playstation 5 они также скажут потому что тут весьма трудно выкрутиться подобной фразой ибо тема playstation 5 сейчас актуальна ой как актуально и чувствую что еще очень долго будет и тема на деле интересная это же просто апофеоз свинского отношения sony к своему же сообществу непосредственному покупателю но обо всем по порядку sony playstation и нет я не оговорился это действительно молельная станция она является таковой уже долгие века об аргументах к этой точке зрения я подробно рассказал в прошлом ролике но это конечно все сам придумал не напрягайтесь playstation 4 тоже не миновала эта судьба на старте продаж тоже все было не слава богу но так бывает часто со сложными техническими устройствами однако дело даже не в том что вместо того чтобы заниматься тестированием своего продукта sony сосредоточились на пиар-компании а скорее в том что они при этом игрокам не шли навстречу в апсче явный брак причислялся к не браку и товар из-за этого замене не подлежал узнаете современный мир да то то же ну мало-помалу четвертая плойка все же стабилизировалась и обросла действительно интересными эксклюзивами не всегда новыми но почти всегда любопытными как минимум почему я все это сказал к тому чтобы проиллюстрировать то что проблема на старте это не новости и рано или поздно все исправится но последнее это констатация факта а не оправдание ни для криворукости компании не для ее лживости и уж точно это не должно быть спущено на тормозах самые упоротые фанатики которым все что ставром sony это благодать все равно так и поступит но для человека разумного должны же быть хоть какие-то пределы иначе вообще все что угодно можно будет оправдать этим аргументом кстати если вы смотрите этот ролик а вы его смотрите правда же немедленно предзакажите playstation 6 прямо сейчас это вас конечно же не спасет но вы попробуйте мало ли предзаказы на playstation 5 были открыты в сентябре 2020 года тогда как релиз был назначен на 20 числа ноября на 19 если быть совсем уж точным того же года если что сейчас без этого уточнению уже не всем понятно становится ну а с этим уточнением многих тянет смеяться сквозь слезы предоплата предполагалось как полная так и частичная и ничто как говорится не предвещало да понятно было что будь то же ажиотаж это нормально для такого продукта было ясно что первые консоли что не уйдут по предзаказу раскупят тут же так было и прошлый раз и возможно даже позапрошлый так это бывает всегда с продуктами которые у всех на слуху а playstation 5 был очень даже на слуху ну подождем пару недель месяц думали игроки и были в общем-то правы в своем решении хотя все же выражение ничто не предвещало не совсем верно предвещало и еще как связи с экономическими условиями воленора реальный производственный сектор из-за пандемии серьезно пострадал серьезнее чем в некоторых других странах но беда в том что playstation это детище не других стран а одной конкретной и мы просто стоим перед фактом весь мир стонал под гнетом спада производства и будущие покупатели как бы резонно спросили компанию sony а сурсе а не повлияет ли пандемия на сроки выхода консоли не будет ли задержек с поставками и прочих неурядиц что же sony могли ответить что нет не ожидается но мало ли что может случиться но потому что действительно все что угодно может случиться и все что угодно постоянно сука случается или могли сказать правду которая была весьма очевидна для всех у кого извилин больше двух что мол да у нас этим сейчас большая сука беда что же так и ругаясь то часто но они сказали свое твердое нет 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 что вы что вы что вы что вы никаких проблем не будет и скорее всего они сделали это для того чтобы успокоить инвесторов ведь нынешнее руководство sony думает исключительно о деньгах сейчас особенно сейчас не лучшее время для них ну как и для многих других сами понимаете как часто вы покупаете телевизоры или смартфоны sony об их телевизорах я вообще последний раз лет десять назад слышал если не больше а на рынке ушных трубок лидируют совсем другие компании sony делают качественные камеры да но это слишком нишевый продукт и он не покрывает жадность компаний а вот playstation это совсем другой вопрос массовый йоба продукт доступны даже младенца действительно толковое решение и аудиторию расширяет и прибыль приносит причем серьезный прибыль не знаю как там с другими отраслями но вот на консоли sony обратили свое пристальное внимание и избрали новую политику из которой в общем-то и вытекла их нынешняя репутация все их благородные девизы о дружелюбии к игрокам и заверения давать мелким разработчикам просто творить это все чушь хорошая иллюстрация их лжи момент когда несколько разработчиков sony за свои собственные деньги организовались в маленькую студию и решили то ли перенести last of us 1 на движок второй части то ли еще чуть там как-то с ней пошаманить без какого-либо желания нажиться на этом sony узнала и похвалила их да по головке погладила а потом отобрала наработки и забрала их себе а им указала на место мол выдам чё кофе варите да вот и варите ваш кофе не лезть куда не просит вот вам и творчество уверенно с этими наработками sony ничего не сделают потому что sony сейчас до одури боятся потерять хоть какую-нибудь прибыль хоть маленькую крупицу их денег их потенциальных разумеется денег поэтому они нацелены только на серьезнейшие супер-пупер блокбастеры а все мелкие компании с их идеями давят своей толстой жепой именно поэтому до сих пор большие проблемы с кроссплеем именно поэтому некоторым успешным играм вроде days gun не дают зеленый свет на продолжение потому что они недостаточно успешны именно поэтому если сборы от ремейка demon sauce будут недостаточно успешными не видать нам блатборна в нормальном фреймрейте студии скупаются студии закрывается на уме лишь деньги и ничего кроме денег а тут еще и из-за пандемии производства упала чуть ли не на треть точнее не факт на самом деле что упала может и не падала но bloomberg известная своей неполживостью написала что мол да упала и вслед за этим упали уже по-настоящему акции sony те обосрались после чего разумеется поспешили заверить округу о том что то ничего ребят все нормально консолей хватит на всех . но игроки поверили а что еще оставалось и собственно за это нельзя не упрекнуть sony ладно у них такая политика хотя это уже хорошо показывает как они относятся к творчеству но они откровенно врали по поводу положения дел я никогда не поверю что они не были в курсе того что творится у них с производством я не поверю что они не смогли просчитать это там далеко не кретины сидят и деньги они считать умеют отлично как вы уже поняли и вот наступает девятнадцатое число месяца листопада и пошли поехали вываливаться на youtube обзоры на новую консоль и такая она замечательная иссякая на замечательные с какой стороны не посмотри однако ушлые потенциальные покупатели со сдержанной натурой могли бы подметить и некоторые действительно подметили некие странности которые стали обыденными в наше время что опять же их не оправдывает например немалая часть пиар-компании была нацелена на сверхбыстрый ssd консолей скорость которого затмевала все виданное ранее ну виданное ранее среди консолей уж точно если что у меня нет никакого предубеждения против консолей кто бы что там не говорил я их люблю мне очень нравится playstation 4 например и если в консоли завозят скажем настоящий 4k то это действительно прогресс главное не забывать для какой конкретно платформы это прогресс и не рассказывать на всю округу что это нечто невиданное на пк это невиданное уже 10 лет как видели ну так вот ssd расхваливали на прай 0 однако той же поддержки быстрого запуска у плойки почему-то не оказалось в то время как новый хуящик такую возможность таки предоставлял некоторые другие технологии которые могли бы быть вполне ожидаемы в новой маловарне также по какой-то причине отсутствует например сколько было шума о 4k у а 120 fps и от трассировки лучей это все конечно замечательно кто ж спорит но когда об этом шла речь все почему-то подумали что это будет идти все вместе оказалось оно по отдельности в итоге эти фичи присутствуют опционально от случая к случаю а по факту там все тоже деми дебильды ёб твою мать динамическое расширение пять сотый раз пытаюсь выговорить ребят динамическое расширение вот давайте так оставим наконец-то а жаль могли бы расстараться со своими тарафлопсами которыми мерялись sony словно школьники членами в раздевалке однако на все это обратили внимание далеко не все потому что у той элиты что смогла приобрести консоль внимание было застряно на баги первого дня консоль превращалась в кусок пластика то есть когда ты возобновлял игру происходила системная судя по всему ошибка памяти sony предлагала ее память перестроить и в это время консоль намертво зависала и после вынужденной перезагрузки отказывалась запускаться то есть становилась реально кирпичом кирпичом за серьезные деньги раритетным элитным кирпичом даже вот не знаю стоит ли говорить что далеко не всегда в случае превращения маловарни в кодианский пилон sony шли навстречу разочарованным покупателям кстати это участь не обошла и тех ютуберов которым консоли раздавали на халяву для обзоров они потом в твиттере иногда об этом оповещали своих подписчиков ой смотрите он говорит что людям давали консоль на халяву а ему то не дали он просто бомбит того что ему не дали блин чем я себе выдал ну и вот один из самых показательных обзоров на кусок ногтелита принадлежал перу некого яна волкера из неположивой к таку помимо облизывания консолей кстати тоже за дело тут спорить не буду там еще попадались такие замечательные тезисы как как вы смеете думать о покупке playstation 5 когда люди умирают от пандемии цитата недословная но идея примерно такая зажрались вы товарищи ох зажрались но ничего ща товарищ ян из катаку или чё там у них научат нас как правильно жить чтобы никому не мешать и вообще не отсвечивать да а еще обычно людей всегда предостерегает от покупки консолей на релизе и это справедливо но видите ли в чем дело я не раз читал и слышал следующую мысль сейчас пандемию людям как никогда нужна радость и это факт я думаю с этим никто спорить не будет из всех утюгов на нас льются новости о том как все плохо как за одной мутацией вируса идут другие как люди умирают десятками сотнями тысячами в день как нарастает паника как распространяется теории заговоров как ужесточаются чрезвычайные меры при том рядом с нами умирают от этого недуга люди которых мы знали лично возможно даже близкие мы болеем этим сами устрашаемые слухами что даже если болезнь прошла незаметно то что-то там в мозгу все равно и меняется и меняется в худшую разумеется сторону или такое сидишь и думаешь а как это повлияло на меня может быть я отупел и сам этого даже не понял и никогда уже не пойму может у меня необратимо изменилась память например или еще что-то ты сидишь и не знаешь как подавить панику и все это на фоне огромной прорвы других жизненных проблем и страхов которые всегда были и всегда будут у любого взрослого человека старше 15 лет при том как минимум для иммунитета человеку необходимы гормоны радости или как они там правильно вообще называется серотонин вроде а для этого нужно как минимум выйти из постоянного стресса это все и на психику тоже влияет ярчайшим образом так и кукухой поехать знаете ли не долго и игры здесь как никогда кстати поэтому такой повышенный спрос на то что приносит радость поэтому такой повышенный спрос на консоли он весьма предсказуем и полностью оправдан ну а лично от себя я бы добавил еще вот что техническая сложность какого бы то ни было продукта не оправдание если его продают за полную стоимость как продукт готовый я нормально отношусь к патчем первого дня когда это касается компьютерных игр это нехорошо разумеется но это простительно из-за особенностей распространения но даже в этом случае я не приму техническую сложность как реальное оправдание криворукости особенно в случаях уже вполне физически воплощенными консолями когда те работают со сбоями или не работают вовсе а возвращать деньги или заменять продукт sony отказывается называя это не гарантийным случаем демонстрируя таким образом свое отношение покупателям в который раз я плачу полную цену за готовый продукт и я не хочу даже слышать этот бление о том что это сложный технический продукт поэтому может сломается а может не сломается это не полтора китайцев подвале руками собирает эти консоли эта компания мультимиллиардер их собирает и те тонны денег что были пущены на пиар-компанию поверьте там реально тонны денег на эту хуйню было пущено они могли бы их потратить например ну не знаю на бета-тестирование за неделю можно было бы отловить почти все критические баги за месяц в аверх вообще наверное все какие-то в принципе есть потом сделать так сказать доработку и была бы идеальная консоль но нет sony хотят лишь заработать им плевать на ваши беды проблемы индейцев шерифа не волнует последнее дело купить товар выходящий раз в 7 или 8 лет которые ты так ждал который вырвал буквально из руку самой госпожи удачи и столкнуться сука заводским браком даже слов не хватает бранных и нам как бы так подспудно пытается рассказать что это нормально такое вот отношение ну капитализм же капитализм вонючий капитализм судя по всему это уже не форма экономической системы а замечательный способ оправдать любой свинство и до этого мы еще дойдем когда поговорим о перекупах да нет нет ребята это нихрена не нормально либо снисти цену на продукт такого низкого качества либо сразу честно говорите что он откровенно сырой и вы покупаете такой ранний доступ альфа говна версию ну как в случае с гринлайтом в стима однако стоило наверное все же понадеяться что sony патчами первого дня закроют эти серьезнейшие согласитесь дыры ну даже если так то оценить это было очень проблематично ибо началось странное да блогеры вовсю облизывали консоль и действительно было за что не подумайте что я считаю что это дрянь это далеко не дрянь это естественно классная консоль не лишенный минуса продукт не лишен господи боже ты мой также и плюсов и если я о них не говорю то это не потому что я консоли хейтер и у меня бомбит а потому что ролик сука на другую тему однако блогеры это одна из трех привилегированных каст сумевших насладиться консолями стоит ли говорить что эти консоли они получили в подарок от самой sony в том числе и с этим связано облизывание консоли ведь подарки от sony же хочется и в дальнейшем тоже получать правда ведь тем более такие элитные то что это именно подарки они их личные покупки в подавляющем большинстве случаев сомневаться не приходится ибо есть же еще одна привилегированная категория тех кто сумел купить консоль на свои деньги и это реальная элита элит золотой миллиард только не миллиарда ну несколько тысяч судя по ощущениям и не только по моим люди знакомые с индустрией давно уже подметили что судя по тем самым ощущением консоли выпустили тысячи так наверное две на весь мир одну из которых раздали ютубером на обзор бесплатно а другую тут же скупили перекупщики а вот оставшиеся там штук двадцать тридцать которые так сказать за подкладку завалились вот их как раз купили те самые счастливчики не спасала ничего не предзаказ не стопроцентная предоплата не слежение через сервисы магазинов и слежение вручную не обещание менеджеров точек продажи консоли не получил практически никто сначала заказы и предзаказы отсрочивались на неделю потом еще на одну потом еще потом на месяц потом когда уже всем стало ясно что про то что консолей хватит всем сони соврали пошли слухи о январе феврале возможно марте если прям совсем если быть плохо да сегодня детишки июль а воз и ныне там при том покупатели вовсю ругает магазины а те в данной ситуации с одной стороны не виноваты ведь это же сони наобещала стрекорба кстати она на строго запретила магазинам распространять статистику продаж забавно одной рукой компания показывала большой палец вверх как бы намекать что все заебок продажи прям валят люди прям довольны а другой стыдливо прикрывала настоящие данные по которым скорее всего все совсем не так радужно спустя несколько месяцев сони таки удосужилась показать данные продаж по которым все действительно очень гуд по всем фронтам только вот верится этим фактом с трудом особенно после того что они наговорили ранее и в итоге соврали хотя часть правды в этом все же думаю была с продажами playstation а точнее с доходами от продаж для сони проблем не было ибо скупали все моментально только не игроки а перекупщики до третья привилегированная каста перекупщики оборзевшие просто в корягу многие нормальные покупатели заметили что несмотря на заверение тех самых барыжного ребят контакт надо же было готовиться мы просто спели раньше и прочие вот эти вот лозунги детсадовские вот несмотря на них многие покупатели заметили что во время старта продаж консоль была доступна для покупки минут так пять или даже десять а потом сервер просто перестал отвечать будто его кто-то дедосил а когда он малость пришел себя соснули уже были все скуплены на качество видимо под подготовкой имелось ввиду не быть в нужное время в нужном месте а иметь некий софт который они же и продают до программы которые в автоматическом режиме скупают консоли одновременно перегружая сервер и не давая другим купить маловарню оказывается там целый гильдии перекупщиков существуют до 21 век хули и одна из этих вот гильдии прямо как какой-нибудь игил запрещенная ущербная организация взяла на себя ответственность за дефицит консоли на рынке эта группа крэп шит идите крэп шиф но тифай да она в первую же неделю ну то есть самого старта продаж читай приобрела почти три с половиной тысячи консоли ps5 кстати базироваться на в британии и это только одна ё-моё группа знаете сколько их там по миру у них их очень много да нажиться на воздухе все хотят перекупы направо и налево хвастались тем какие они все себя крутые и удачливые познавшие жизнь при том цены перепродажи консоли были реально космическими вместо 40 официальных тысяч я буду считать в рублях встретить цену в 60 это считай огромная удача такое с руками оторвут 75 80 100 120 140 150 тысяч за консоль ходили слухи даже о 200 и на западе было все то же самое даже хуже там доходило аж до 2000 долларов вместо официальных 700 вот сейчас вот на фоне всего этого смешно вспоминать теперь как sony жопу рвали чтобы не дай бог себе стоимость приставки не поднялась до тысячи баксов вы чё мог тоже купит из такие деньги 700 наше все говорили sony поэтому как некоторые говорят они отказались от некоторых технических прибамбасов до жизни без чувства юмора согласитесь некоторые перекупы борзели даже настолько что завышали цены до стоимости приличного такого поддержанного автомобиля а знаете почему они позволяли себе это потому что они прекрасно знали купят и люди покупали и продолжают покупать кормя перекупов и продлевая их существование фактически поддерживая в них жизнь хотя казалось бы вот откажись люди массово потакать перекупщиком как тем ничего бы не осталось кроме как понижать цены вплоть до официальных лишь бы выйти хотя бы в ноль но вместо этого люди не могут усидеть на жопе ровно и перекупы выходят совсем не в ноль а в 200 процентов 300 процентов 400 процентов чистейшей прибыли да они в край обнаглели и трудно даже сказать всерьез ли они или наигранно удивлялись в твиттере почему же люди их так ненавидят за их деятельность угадайте чем они себя оправдывали верно капитализм же это ж норм ребят это бизнес да и законом ненаказуемо о да порог всегда стремится оправдать себя тех кто согласны с такой системой взглядов на мир я хочу сильно огорчить вы просто нехорошие люди оправдывающие свое свинство извечными отговорками стиле я родился в трудное время и видел как люди пытались выжить в нашем городке да и поэтому я толкаю дурь теперь да оправдание уровня детского сада перекупщик это такой же паразит на человеческом пороке как и наркоторговец как и владелец казино просто каждый эксплуатирует свою болезнь свой порог владелец казино азарт торговец успешным успехом жадность наркодилер наркозависимость алкодилер алкозависимость сутенер похоть аптечная мафия наживается на нужде людей в лекарствах некоторые концерны сговорившись завершает цену на первейшие продукты питания и перекупщики прекрасно вписываются в этот ряд эксплуатируя нужду в товаре тут конечно можно сказать что мол ну ты сравнил там значит лекарства и да да а тут всего лишь консоль аж все детские игрушки правда вспоминая сколько сейчас стоят эти детские игрушки это все уже не кажется таким детским да да и потом вспомните что я говорил о нужде людей в хорошем настроении в отдыхе от забот они просто нашли еще одну слабость и наживается на ней паразитирует поэтому все перекупщики твари и паскуды и это речь только о честных барыгах а сколько еще наплодилось обманщиков в принципе формы разводов в интернете остались теми же просто вместо айфонов ноутбуков теперь playstation и хотя в очередной раз глядя как товар за 40 тысяч выставляет по цене 75 минимум ты у себя в голове все тщательно истираешь грань между обманщиком и перекупщиком и я тебя дружок понимаю и не трудно догадаться почему они так осмелели я не знаю были ли изначально скупчики в сговоре с sony и магазинами но есть подозрение что да были кто-то им точно сливал информацию о старте продаж ведь те оказывались в нужном месте в нужное время подозрительно вовремя в каждом случае и продолжают оказываться по сей день но хочется такой ситуации спросить а вот что сделала sony чтобы остановить явную массовую скупку консолей да ничего вообще ничего в твиттерах шмиттерах перекупщики гагача издеваясь показывают фотографии своих квартир там целые стеллажи из коробок playstation 5 открыто пишут что мол да они пользовались софтом и будут продолжать им пользоваться и будут продолжать повышать цены шлют всех в жепы а как на это реагирует sony никак никакого поползновения в сторону технического контроля просто нет казалось бы даже обычная продажа одной консоли в руки по паспорту пресекла бы деятельность барыг ведь можно купить консоль на маму и даже на бабушку но очень скоро мамой бабушки закончится а если дойдет до подделки паспортных данных это уже знаете ли уголовка и многие перекупы просто разумно бы отступили а те что не отступили бы вполне возможно были бы взяты за ту самую жепу полиции и тут у нас два варианта в зависимости от случая либо делись прибылью что уже убивает желание подобным заниматься либо присаживайся господин полировать жопой нары у сбор данных о людях чипирование зомбирование 5g тише вся информация вас давно уже собрана теми кем надо даже не сомневайтесь ну хорошо доверия sony действительно не вызывает номера карт уже они сливали в сеть еще не дай бог паспортные данные наши сольют ладно но пусть тогда одна консоль в руки да это полностью не убережет от перекупщиков но все же сильно свяжет им руки возможно sony боятся что не все приставки скупят но это какой-то параноидально уже страх неужели кто-то всерьез сомневается до сих пор что все скупят и еще до бабки попросят или можно придумать какие-нибудь другие меры они же там умные а не я например вот защиту ну как минимум но нет sony вообще даже не почесались чтобы хоть как-то проконтролировать их же рынок это еще раз показывать что им плевать на покупателей своей продукции лишь бы деньги шли в карман в этом смысле они очень похожи на барыг только барыг репутационного контроля изначально нет как вида а у мирового бренда вроде как есть вроде как на деле же нет там никакого контроля всем насрать потому что sony прекрасно знает что схавают и ведь хавают же фактически они потакают барыгам и не удивительно что последние борзеет некоторые настолько открыто насмехались над обычными покупателями что навлекли на себя всеобщий гнев они дождались пока народные мстители не начали врываться в их дома и уничтожать консоли на за такое взломочков разумеется арестовали и по делам жажда купить консоль их не оправдывает и в принципе одно свинство не оправдывает другое но забавно что перекупы опять же не понесли никакого ущерба даже морального ведь барыжничество не является нарушением закона пара пара пам пиу впрочем и до этого случаев носящих криминальный характер со всей этой трихомутии было немало на людей нападали во время переноса купленных консолей домой избивали их грабили у людей откровенно из-под носа забирали их же оплаченные заказы прямо из магазинов прямо вот реально из-под носа игорю линку как раз не повезло оказаться среди таких вот счастливчиков однако людям в принципе казалось что нужно просто немножко потерпеть и все уляжется месяцок другой ну максимум 3 возможно 4 прошло больше чем полгода не улеглось какой-то степени стало еще хуже в такие моменты хочется спросить вот на что вообще рассчитывали сони они сделали настолько мало консолей что даже предзаказавшие заранее люди и не получили блин ну как так можно было лохануться и даже не попытаться выкрутиться из ситуации теперь понимаете почему вызывает сомнения статистика покупок консолей когда их десятками тысяч скупают барыги а настоящим игрокам достается буквально единицы огрызки и это по всему миру это как говорили раньше вызывает озабоченность за все эти месяцы товар так и не появился в свободной продажи нет он конечно появлялся да но его тут же скупали полтора землекопа разумеется зато вот геймпад тут числится почти везде бестселлером что это что это а это детишки dual sex о едайте 2 буду ими жонглировать в ожидании появления playstation 5 стоит ли говорить что цены на всех этих вот барыжнических авито практически не изменились демпинга так и не произошло потому что не произошло спады покупок игру лику этих самых барыг так зачем же им снижать цены в любой группе официальных магазинов что наших что зарубежных чуть ли не под каждой новостью про что угодно по-прежнему сыпется потоком вопросы о дате появления консоли который спустя восемь месяцев после релиза все еще каминг-сун сам стал свидетелем того как бедной группе м видео пришлось даже закрыть комментарии чтобы установить реально огромный поток грязи свою сторону от недовольных людей впрочем настолько ли бедные эти магазины помните я сказал что с одной стороны они сами стали заложниками sony не они же делают консоли но с другой стороны они же сами постоянно всех заверяли что скоро все будет за и бумба еще делились новостями когда будут завозы реально божили что не ссыте консолей хватит на всех а в итоге их по старой схеме разбирали каждый раз за считанные минуты и еще ведь умудрялись писать посты высмеивающие мамкиных бизнесменов в итоге большую часть приставок им же и продавали такие знаете ли мамкиные бизнесмены реально закупали плоек на 23 миллиона деревянных люди ждали часа икс как своего дня рождения но уже в момент x плюс один снова лилась зеленые жижа недовольство она авито фантастическим образом появлялся свежачок с виде консолей playstation ценой в 2-3 официальных кстати да официальная цена таки повысилась на 2000 рублей забавно да цена повысилась а продукта как не был так и нет так знаете ли концу года уже покупка у барыги тысяч так за 70 станет не таким уж и дорогим решением по сравнению с официальной ценой впрочем те разумеется цены тоже поднимут но каков посыл да озон так вообще отменял предзаказы и заказы уже 25 ноября через неделю после старта продаж при том там возврата денег не было потому что у озона своя замудренная денежная система как он разбирался с покупателями я не знаю и знать не хочу в общем есть все основания подозревать магазин распространитель в сговоре с барыгами доказать это не чем кроме как чередой удивительных совпадений когда основа никто из игроков не может купить консоль зато репертуар авито пополняется и пополняется и конечно бот защиты нет ни у одного риэлтора как и репутационного контроля судя по всему тоже но нет худа без добра зато люди перестали плакаться о предзаказах которые месяцами не выполнялись даже со стопроцентной предоплатой потому что при заказа отменили в пизду просто сказали сосите бибу и отменили все сосут ведь бибу то а чё ещё делать деньги вернули разумеется но как бы люди ждали месяцами надеялись кому то что не насрать говорит сони и да надо же упомянуть что в отсталые страны четвертого мира вроде рашки и украшки белорашки и прочих поляшек чешек и гондурашек тягачи набитые консолями шли не такими упитанными как вас ашай и уйропу однако несмотря на это проблемы у воленора все те же в этом плане им не лучше чем нам потому что там деньги тоже любят больше чем совесть и магазины точно также сливает консоли барыгом на фоне всего этого как-то даже не удивляли новости об обнаружении все новых недостатков консоли и дрифтящие геймпады которые любезно будут управлять персонажем даже без его участия и шумящие дисководы соревнующиеся в издаваемых децибелах с пылесосами ну и какая-то странная частичная обратная совместимость такие же супер не вместительные как и супер быстрые ssd диски и еще куча мелких неурядиц и если про последний можно сказать что мол дохрен бы с ним идеальных консолей никогда не было не будет тот про гудящие дисководы и геймпады со встроенным искусственным интеллектом уже такого не скажешь так же как и про окирпичивающую прошивку зато эксклюзивов немножко еще вышло да и playstation 5 перестала быть реально консолью одной игры такая вот грустная история сколько еще продлится это чехарда с консолями хрен его знает но будьте готовы к тому что несколько лет думать ямаху дал да а почему пандемии никуда не делась и чувствую еще долго никуда не денется проблемы с производством тоже никуда не делись лишь усугубились компания sony взяла курс на обогащение а не на творчество а это короткая дистанция после нас как говорится хоть трава не расти и она не будет расти чтобы появились хиты вроде год оф вор анчартедов блатборнов нужно именно творчество а не только конвейерные сборщики контроля за барыгами нет и не предвидится ибо зачем доходы от консолей идут в карман sony однако обычные игроки подавляющее большинство из которых консолей вообще не получили будут искать иные пути и они так всегда делают так уж мы люди устроены например облачный гейминг или xbox или switch итог у всего этого один они будут все дальше и дальше отходить от sony они будут все больше приходить к выводу что playstation как бы и не очень туши нужна отличный рецепт как убить компанию за пятилетку ведь дело тут не в пандемии и не в том что спрос превысил предложение хотя он реально превысил спрос на иксбокс к примеру меньше отчасти поэтому с ними таких вот проблем нет но он меньше в том числе потому что наверное было меньше денег угроблено на пиар компании больше именно на тест-контроль наверное не знаю суть именно в отношении компании к покупателям с винском отношении я понимаю что огромное множество жителей интернета это ракушки у которых память как у улитки недели назад это уже знаете ли будто в другой жизни уже и не вспомнишь но противовес им есть не менее огромное количество людей не страдающих провалами в памяти и они такого sony не простят хотя конечно всегда остаются фанатики которые даже если переиздание playstation 5 будет обиваться человечей кожей все равно оправдают и вознесут на пьедестал такое замечательное решение потому что sony бои кстати о переиздании о теоретическом playstation 5 pro учитывая все ранее сказанное вполне возможен вариант что его не будет вовсе из-за серьезных финансовых проблем у компании но это уже чистой воды гадания пожуем увидим а вы там пока давайте предзаказывайте playstation 6 и playstation 7 тоже чтоб два раза так сказать не вставать и помните игорь тонет and и и и Субтитры создавал DimaTorzok